Добрый день, дорогие телезрители! Я вас приветствую на телеканале Универ ТВ. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Татар Хисторы» и студии ее ведущий, я Раиль Фахрудинов. У нас сегодня в студии доктор исторических наук, руководитель Центра изучения истории и культуры Татар Крящин Нагайбаков, Академия наук Республики Татарстан, Института истории имени Марджани, Радик Равилевич Исхаков. Здравствуйте, Исамисис. В последнее время мы много говорим о предстоящей переписи населения, о формировании, сколько не формирования, а именно о сохранении татарской национальной идентичности. И сегодня мы поговорим о современном Башкортостане, а если быть точнее, о северо-западной части Башкирии. В последнее время наши башкирские коллеги, башкирские этномиссионеры активно муссируют идею о том, что татарское население, в частности северо-западной части Башкирии, когда-то были этническими башкирами, и потом в процессе ассимиляции они стали татарами. Я, например, с большим удовольствием на днях прочитал книгу, которую выпустил Институт истории имени Марджани, татарой Уфимского уезда, это по материалам переписи населения 1722-1782 года, главным редактором которой, Радик Равильевич, вы и являетесь. Вот скажите, пожалуйста, в чем научная и практическая ценность нового издания? Можно показать нашим зрителям? Вот эта вот книга, справочное издание, стала плодом многолетней работы и профессиональных историков, и краеведов как раз из Башкирии. Чем вот эта вот книга интересна в научном плане? Здесь представлены материалы, сводные данные по первым четырем государственным ревизиям. То есть это фискальные переписи податного населения Уфимского уезда. Ну, говоря об Уфимском уезде, надо сказать, что это очень обширная административно-территориальная область, которая включала четыре дороги, а со второй ревизии уже пять дорог. Это современная территория Башкортостана, Востока Татарстана, Оренбургской области, из предельных регионов, вот Удмуртии и Свердловской области. Чем вот цены представлены здесь материалы? Вот эти вот данные первых четырех ревизий показывают объективную картину расселения и этнического состава местных жителей, разных этнических групп. Если мы говорим о татарах, то уже по данным первой ревизии 1722 года мы на основе вот этих данных можем сделать вывод, что и в западном Башкортостане, и на востоке Татарстана уже существовала разветвленная сеть татарских населенных пунктов. То есть по данным первой переписи это 284 населенных пункта, в которых проживали ясашные татары, служилые татары и служилые мещеряки. Но и более крупные такой сословной группы были ясашные татары. То есть это татары-хлебопашцы. Да, вот у меня знаете какой вопрос? Исходя из тех данных, которые представлены в этом издании, прослеживается модель, как складывалась поселенческая структура татарских поселений, татарских аулов в 18 веке. У меня в связи с этим к вам вопрос. Какие сословные группы татар проживали в данном регионе в 18 веке? Я почему этот вопрос задаю? Дело в том, что наши башкирские коллеги, когда дают этнический состав Уфимского уезда, в целом Уфимской губернии, анализируемый период, они в основном ссылаются на данные последней переписи. А вот данные ревизии 18 века под разными предлогами, ну, например, они не совсем читаются, они не совсем нам известны. И вот эти данные, они как-то вот ими не публикуются. И исходя из данного сборника, четко прослеживается сословная структура татарского общества в этом периоде. Вот какие были сословные группы? Ну, как вот я уже сказал, по первой ревизии это три сословные группы. Это служилые татары и ясашные татары, и служилые мещерики, то есть татары мещери. Вот. По данным последующих переписей мы видим усложнение вот сословной стратификации татарского сельского общества. Появляется новая сословная группа. Ну, и наиболее крупная это сословие типтереи и бобылей. Здесь вот представлено... А можно нашим слушателям пояснить? Типтереи, бобылии, вот кто это? Ну, если говорить о 18 веке, вот об этом периоде, до 90-х годов 18 века, это была переходная сословная группа между тягловым сельским населением, то есть ясашными татарами, и уже представителем военного сословия, которым они окончательно стали в 90-е годы 18 века, когда образовались типтерские полки. У них была военизированная система управления и администрации, то есть она делилась не на волости, а на команды, военные команды. Вот. Как сословная группа, она вот четко начинает фиксироваться в 40-х годах 18 века, когда была проведена специальная локальная перепись типтереи и бобылей, и после этого уже в документах вот типтереи и бобылии фиксируются. Хотя первое упоминание об этой такой сословной группе отмечается на территории при Урале, это вторая половина 17 века. А этнический состав типтерии, он каковым был? Этнический состав был довольно пестрым, но основную, конечно, группу это составляли татары. И вот по данным этих ревизий очень хорошо видно, как, допустим, жители, которые, допустим, по данным первой и второй ревизии фиксировались, как ясашные татары. Уже по данным третьей и четвертой ревизии они уже как бы состояли в типтерском сословии. Ну, и другие группы, которые были представлены в данном регионе, это и марийцы, и удмурты, и чуваши, они тоже входили в эту сословную группу. Но, конечно же, татары здесь доминировали, не случайный этнограф, и уже 19 века говорили, что это преимущественно как раз вот татарская группа, которая говорит на татарском языке. Я на что обратил внимание, по итогам ревизии 18 века практически не упоминаются башкиры или башкирцы. С чем это связано? Ну, в первых четырех ревизиях действительно не упоминается, и это даже вот оговорено в указе, на основе которого проводились ревизии, что из-за ревизии исключались башкирцы и уфимские татары. Ну, под уфимским татаром, по всей видимости, надо подразумевать татар, которые жили непосредственно в городе Уфе. Вот у грамоты 1688 года для охраны уфимской крепости сюда были переведены служилые мещеряки. То есть уже в конце 17 века в самой Уфе уже проживали такие группы татар. Почему вот башкирцы не зафиксированы в данных первых четырех ревизий? Это связано с тем, что это была сословная группа, которая обладала очень важными сословными правами. Они были ватчинниками, то есть они имели ватчинные права на земли, и они не платили поддать. А ревизии, они проводились для чего? Для фискального учета населения. То есть государству было очень важно записать все податные населения, чтобы обложить их налогами, поддать им. Поэтому фиксация башкирцев, она была неактуальна, так как не было смысла их фиксировать материал фискального учета, потому что они просто налоги не платили поддать. Хотя вот локальные переписи башкирцев проводились, но в полном объеме они не сохранились, и сохранились просто сводные данные о числе, количестве, то есть не по деревням, а здесь вот в первых четырех ревизиях, если говорить применительно к татарам, то там уже конкретные населенные пункты указаны и сословный статус, ну, который уже позволяет нам довольно аргументированно, научно сказать, что эти деревни уже, по крайней мере, с начала XVIII века, в них проживали татары. Ну, то есть во время ревизии они четко себя фиксировали татарами, именно татарами. Да, вот там же не просто сословие указывалось, но и этническая принадлежность, народность. Вот об этом и речь, да. На мой взгляд, в тех ревизиях, которые были в XVIII веке, там, прежде всего, фиксировалась этническая принадлежность, и не случайно татарское население себя как раз и идентифицировало татарами. Мне вот показалось интересно, что впервые, если, скажем, по итогам первых четырех ревизий башкиры, как мы выяснили, практически не упоминали. Там всего три упоминания. Да, их незначительное количество. И то, непонятно, почему они попали здесь. А почему? Ну, в самих документах таких сведений нет. Но одно из предположений, что это фактически татарские деревни, в которых проживали татары, которые получили подчинные права, повысили свой социальный статус. И в связи с тем, что они уже указывались в более ранних ревизиях, их и указали здесь, но уже под другим сословным статусом башкирцев. Ну, вот я, как говорю, всего таких три случая. Еще вот надо сказать, вот когда башкирцы говорят о тептярах, они очень часто приводят такой аргумент, что в составе тептяре было очень много башкирцев, которые, башкир, которые, ну, по каким-то причинам деклассировались, то есть теряли в отчинной свои права и интегрировались в состав тептярей. Ну, если вот брать вот эти данные, то выявлено всего три таких случая. То есть за период, очень большой период, всего три случаи. То есть можно сказать, исходя вот из этих данных, что это не было, ну, было исключением из правил, то есть на уровне какой-то статистической погрешности. То есть вот этот тезис, исходя вот из этих данных, тоже не подтверждается. В этом отношении, вот, когда мы говорим о тептярах, тем более вот если мы говорим о ревизиях, там же есть и списки, то есть имена по конкретным деревням. Там как бы записаны тюрко-татарские имена, мусульманские имена. То есть поэтому довольно с большой, можно утверждать, что это все-таки... Радик Ильич, вот что интересно. Если ревизии, первые четыре ревизии практически не упоминают башкир, то последующая ревизия, особенно первая половина XIX века, башкирцы упоминаются достаточно часто. Я бы сказал, что преимущественно башкиры, да? Или башкирцы, или башкиры. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, это в первую очередь связано с тем, что в 90-е годы XVIII века было создано башкирское мещерякское войско. То есть этот процесс начался еще в 40-е годы. Но вот когда образовалось башкирское мещерякское войско, четко выделилась сословная группа башкирцев. Да, я здесь поясню, башкирское мещерякское войско, то есть мещерякское означает мишары, да? Да, да, то есть преимущественно сословия, значит, башкирцев и мещеряков. Но здесь надо сказать, что мещеряки — это этносословная группа. То есть это татары, которые несли тоже военную, такую пограничную службу. И мы видим, что этот процесс шел постепенно. Все татарские населенные пункты, которые входили в башкирские кантоны, и те татары, которые мы зафиксировали, там и ясашные татары, в первую очередь типтиори, они уже получают новый сословный статус башкирцев. То есть как членам вот этого войска полагалась земля, они наделялись вочинными правами, и сохранилось очень много документов, делопроизводственных, где сами вот типтиори и татары просят перевести их в башкирское сословие. Ну, надо сказать, что вот этот вот процесс записи в башкирское сословие, он был массовым, и, допустим, во время вот наполеоновских войн, там в башкирце записывали даже вот казаков, татар-казаков. Допустим, вот мы знаем Ситовский полосад под Оренбургом, часть жителей, она была основана в 40-х годах татарами за Казани. Это современный Кукмурский район, Сабинский район, Тюричинский район. То есть это довольно точно на основе документов мы знаем. И вот жители вот этих вот деревень, и Ситовской, и Каргалы, и близлежащих татарских деревень, которые входили в состав Оренбургского казачьего войска, просто записали башкирцы. И они начали фиксироваться просто как башкирцы, то есть по сословному признаку. Но здесь вот ключевую роль сыграл указ 1855 года о переименовании башкирско-мещерякского войска просто в башкирске, да, и в указе особо говорилось, что все населения башкирского войска надо записывать во всех статистических данных просто как башкирцы, чтобы четко, ну, идентифицировать их сословие. И только в исключительных случаях бывших тептерей, бебелей, там и других служилых, там ищеряков, только в исключительных случаях записывать по прежнему их этносословному статусу. Радик Владимирович, а вот интересно, каков был процент, есть ли такие данные, каков был процент мещеряков, то есть татар-мешар, в составе вот этого уже вновь переименованного башкирского войска? Это очень сложно сказать, но вот сейчас мы подготовили вот эту работу, а в дальнейшем мы планируем издать и последующие ревизии. И уже в данных этой книги, последующих, где ревизия будет представлена, конечно, мы это все дело четко посчитаем. Это очень кропотливая работа, то есть надо... Но источники есть. Источники есть, да, конечно. Есть данные уже советских переписей, где произошел обратный процесс, когда вот те татары, которые были записаны в башкирское сословие, это в первую очередь переписи 20-х годов, вот эти вот башкиры, потеряв свои бочинные права фактически в связи с изменением социальной ситуации в стране, они уже начали фиксировать, то есть уже сословный статус башкирцев не имел никакого для них значения, и они уже вернулись и записывались уже по этническому составу татары. По этническому, совершенно верно, да. Вот поэтому вот такая вот социальная трансформация происходила. И здесь вот важно отметить, что вот сословие башкирцев, в которые записывали разные инические группы, там не только татаров записывали, но и марийцы. И марийцы там есть, примеры, и даже турок, казахов, то есть нагайцев и дворян записывали. То есть, ну, здесь превалирующий был просто сословный статус и ватчинные права. Вот другая такая вот военное сословие, которое было представлено в этом регионе, это казаки Оренбургского казачьего войска. Ревизия 19 века, две ревизии, тоже записала членов вот этого Оренбургского казачьего войска. Он, надо сказать, тоже был пестрый в этническом составе. Там были и татары мусульмане, крещеные татары вот на Гайбаке, были калмыки, нагайцы были. Ну, собственно, русские казаки. И, собственно, русские казаки. И в этих материалах ревизии, там тоже просто, несмотря на разные этнические статусы, там фиксировались просто казаки. То же самое и башкиры, башкирцы. То есть, здесь, в первую очередь, стоял во главу угла стал сословный статус. Вот, на мой взгляд, ценность данного издания заключается еще и в том, что данные справочника, они доказывают тот тезис о том, что современные татарские деревни западного Башкортостана, ну, опять-таки, северо-западной части Башкортостана и восточного Татарстана, добавим, являлись уже на протяжении многих столетий исконно татарскими. И в них испокон веков проживало именно этнические татарские населения. Вы согласны со мной? Да, совершенно верно. И мы вот имеем, надо сказать, вот материалы ревизии, чем они вот ценны. Это уникальный комплекс документов, это единственный такой комплекс, который дает конкретную информацию по конкретным населенным пунктам. То есть, не случайно, что вот материалы ревизии являются основой любого генеалогического исследования. То есть, если человек хочет узнать свое родословно, этническое происхождение своих предков, историю своей малой родины, там, деревни, он, безусловно, обращается к материалам ревизии. То есть, это на данный момент главный наш источник. И он, главное, научно верифицирует данные. Поэтому здесь уже, если там, допустим, в населенном пункте написаны, вот, допустим, ясашные татары, то здесь уже очень сложно спорить, что там, возможно, там какие-то башкирцы были или что там. Ну, потому что здесь очень четко написано. Здесь же надо сказать, что вот, там же не только вот татары. Там ясашные чуваши есть, черемисы есть, эти деревни есть. Но они просто не представлены данной книге, потому что основная цель была показать именно татарский населенный пункт. Но они есть. То есть, уже... Ну, будем ждать новые обновленные издания. То есть, здесь уже как бы это первичные источники. И если мы не будем опираться на них, то на что мы должны опираться? То есть, фольклор, это тоже является важным источником. Но он дополняет... На основе него, как бы, ну, в исторической науке не принято делать какие-то выводы. Они просто дополняют те выводы, которые мы делаем на основе вот этих первичных источников. Дело производственных, статистических. Но если говорить о ревизиях, то это... Ну, других таких у нас источников нет. Да, это источник. И причем это источник достаточно сильный. Объективный источник, я подчеркну. Ну, я хотел бы вернуться к тому вопросу, с которого мы начали сегодняшнюю нашу с вами беседу. Вот в последнее время наши башкирские коллеги, политтехнологи, этномиссионеры активно разрабатывают миф. Я прямо об этом говорю. Миф о том, что население западной части Башкортостана и, конечно же, прежде всего, северо-западной части Башкортостана, это исконно территория, где проживало башкирское население. Причем тезис основывается на тех многочисленных ордословных, зачастую мифологизированных ордословных. И делается, соответственно, вывод о том, что татарское население там не проживало. Вот, на мой взгляд, в настоящее время идет такая некая политика, некая возня, которая направлена на изменение национальной идентичности татарского народа. Как вы думаете, зачем это надо? Ну, здесь, наверное, в угла ставятся именно политические какие-то цели, связанные с тем, что мы живем в такое время, где происходит размывание этнических границ. И, безусловно, в национальной республике важно этнокультурное доминирование, так скажем, в кавычках, титульного народа. А понятно, когда в Башкортостане довольно большая группа татар, которые исконно жили на данной территории, возникает определенная и, наверное, и политическая сложность, и возникает вопрос. Все-таки вот эти вот западные регионы Башкортостана, где доминируют, так скажем, татары, все-таки они вот, навязывая вот эту идеологию башкиризации, то проводится определенная линия в этом направлении, направленная на, и особенно перед переписями, это видно, на увеличение, в первую очередь, башкирского населения за счет других этнических групп. Радик Равильевич, ведь эта политика, она не новая для нас. Вот итоги переписи населения 89-го года, 10-го года, они как раз показывают, что такие попытки предпринимались неоднократно. Об этом говорил, кстати, и научный руководитель Института этнологии и антропологии Тишков, причем приводил даже конкретные цифры, что по итогам переписи 2002-го года численность башкир была увеличена на 100 тысяч примерно за счет умещения численности татарского населения. И в связи с этим возникает вопрос, вот насколько позиция нашего научного сообщества, насколько позиция нашего культурного сообщества должна каким-то образом реагировать на эти попытки для того, чтобы сохранить татарскую национальную идентичность в нашем соседнем, ну, скажем прямо, братском регионе. Ну, надо сказать, что одним из важных составляющих национальной и татарской идентичности наряду с языком является, конечно, историческая память народу. И когда вот долгое время существовал определенный вакуум, который был заполнен трудами, в первую очередь, башкирских коллег, которые использовали и в том числе и статистические материалы более позднего периода, в которых действительно татары были зафиксированы под сословием башкирцев, и шла очень агрессивная политика по навязыванию вот этой вот идеологии, что татары это в прошлом это просто этнические башкиры. Причем с научной точки зрения, вот приводимые им аргументы, они, ну, не всегда выдерживают научной критики. Да, тут они используют только единственный, один из элементов формирования и конструирования нации, это изучение родословной. Хотя, как мне представляется, формирование нации, ну, в современном понимании, именно политической нации, конструирование нации, это очень сложный процесс. И родословную, наверное, можно использовать те же ДНК исследования, можно исследовать для того, чтобы выявить происхождение человека, его семьи, его родословной до какого-то определенного колена. Но ведь формирование нации — это сложный процесс. Формирование нации — это прежде всего культурный аспект, это прежде всего политический аспект, этический аспект, этнический аспект, ну и так далее, и так далее, тому подобное. Я убежден, что человека, так же, как и нацию, прежде всего формирует среда, культурная среда. Поэтому та зачастую мифологизированная часть изучения родословных, она на сегодняшний день у наших башкорских коллег, на мой взгляд, ошибочно является одной из главных при описании этнической истории населения современного Башкортостана. Мы сегодня с вами, когда говорили о сословиях, затронули и казацкое сословие, выяснили, что значительную часть там составляли на Гайбаке. И я, конечно же, хочу вам задать вопросы, как специалисту по истории на Гайбаков, как специалисту по истории татар Кряшин, на Гайбаке это кто? Ну, на Гайбаке это особая сословная группа, до революции они назывались старокрещенные татары. Вот в составе старокрещенных татар, это современные татары Кряшины, это особая группа, которая обособилась вследствие того, что они имели особый сословный статус, они были казаками. Сам вот эндоним на Гайбаке, он сформировался на основе того, что первоначально вот новокрещенные 18 веки проживали в Нагайбакской крепости. Надо сказать, что мы знаем на Гайбаке, но другой эндоним, который отмечается у них, это Бакалы. Это была еще одна крепость, в которой часть Нагайбаков проживались. То есть эти названия произошли от населенного пункта, в котором они жили. И уже в 40-е годы 19 века они были переведены на Оренбургскую пограничную линию, это современные... Откуда были переведены? Как раз вот из территории современного Бакалинского района, где находились вот эти вот крепости Нагайбакской и Бакалы. Они были переведены, и это тоже привело к дальнейшему дистанцированию культурному, так как вблизи уже на Оренбургской пограничной линии, это современная территория Нагайбакского и Чебаркульского района, там уже ни татар не было, ни кряшин. Была еще и третья группа Нагайбаков, которая поселилась недалеко от Оренбурга, но сейчас такой группы не существует. В связи с тем, что вот эти вот Нагайбаки, то есть татары-кряшины, вступили в тесное культурное взаимодействие с преобладавшим на данной территории татарским населением. И постепенно они отошли от православия в ислам, и сейчас вот потомки вот этих Нагайбаков, они уже идентифицируют себя как татары-мусульмане. — А Нагайбаки и кряшины татары — это язык один? — Язык один, но надо сказать, что Нагайбаки по происхождению — это выходцы, это служилые татары, казаки, выходцы с современного территории Арского района, поэтому у них и язык, он говор за казанских татар во многом, с некоторыми диалектными особенностями. Это выходцы как раз с территории Арского района, которые переселились с первой на территорию как раз Уфимского уезда, а в дальнейшем уже переселились дальше. — Кряшины татары — это часть татарского народа? — Безусловно, вот я занимаюсь уже, наверное, лет 15 этой проблемой, изучая историю, культуру, и могу сказать, что важнейшие маркеры культуры кряшин, они имеют татарское происхождение. Надо сказать, что и в графической литературе, особенно в 19-м начале века, зафиксировано, что у них и историческая память сохранялась об этом. Вот сейчас она в значительной степени деформировалась под влиянием исторических мифов, но надо сказать, что язык, обрядовая культура, мифология, реализуются мифологические представления. — Песни. — Песни, да. Ну, песни там, даже вот мы сейчас знаем многие песни, ну, татарские народные, и не догадываемся, что в основе их лежат, как бы... — Порой лежат, да. — Да, какие-то кряшинские такие вот напевы. У Кряшин... — У них немало песен кряшинских певы и хамшагиров. — Да, 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 да. Они стали частью нашей секунды. — Они очень интересны, потому что у Кряшин сохранился обрядовое пение. Это тоже связано с тем, что у них вот эти пласты архаичные тюрко-татарской культуры очень хорошо сохранялись. Не случайно, когда вот ученые хотят познакомиться с древними такими архаичными пластами татарской культуры, они едут в кряшинские деревни. Поэтому вот если оценивать с данной точки зрения, конечно же, надо сказать, что кряшины являются украшением татарской большой семьи. — Без сомнения, конечно. — И надо сказать, что и в историческом отношении, то когда, если конкретно заниматься вот историей населенных пунктов, отдельных территориальных групп, то там тоже каких-то загадок нету. То есть там, обращаясь к источникам, очень хорошо это все фиксируется. Ну, вот, в частности, ну, могу, потому что история кряшина вариативна отдельных территориальных групп. Ну, вот приведу такой вот несколько примеров, ну, чтобы проиллюстрировать. Недавно вышла книга по истории деревни Кряш-Серда, написал ее Кряшинский краевед. Он очень хорошо поработал, дошел до материалов писцовых описаний XVI века и сделал такой вывод, что основательно вот этой деревни, а это крупнейшая вот кряшинская деревня современного Пестричинского района республики Трестан, там действует храм, в котором тоже очень интересно совершается богослужение на татарском языке. Действует большой музей, то есть это такое большое кряшинское село. Так вот, по происхождению эта деревня была основана татарским мурзой Тики, который переехал из деревни Чуваши, современного высокогорского района. И что интересно, предки вот этого мурзой, он сам вот поселился в деревне Кряш-Серда, его предки, которые приняли православие, они основали вот ряд кряшинских деревень вот Пестричинского района и сопредельных районов республики Трестан. А часть детей, которые остались как бы татарами-мусульманиями, они основали татарам-мусульманские деревни в этом же Пестричинском районе. То есть, ну вот здесь уже все очень четко видно. Ну, яркий пример, один народ. Да, и таких примеров можно привести много. Вот, допустим, деревня Зюри, где проходит такой большой наш праздник, Петрау, да, который съезжает со всей республики, не только кряшинные татары и другие представители других народов. Татар, как кряшинные, принимают участие в праздновании и татарского сабантуя. Вот, по преданиям самих, вот кряшин этой деревни, они были выходцами из деревни Старой Зюри. А Старой Зюри еще в времена... Центр дороги в Казанском. Да, Зюрейской дороги, там сохранились хорошо остатки, городище. Но сейчас, конечно, они во многом уже в связи с тем же смещением русла реки Мешу, там очень сложно вести какие-то раскопки археологические. Но, тем не менее, это было центром Зюрейской дороги. Там и сейчас вот это большая татарская деревня. И вот часть жителей, которая приняла православие, с этой деревни переехала уже на Авятку дальше. И в геннезе вот этих вот жителей определенную роль сыграли, которые проживали на Авятке, там, Удмурты. И в языке это сохранилось. То есть, если мы вот конкретно будем рассматривать историю какой-то корешинской деревни на основе источников, в том числе и ревитских материалов, то там каких-то вопросов уже не возникает. Там все очень видно. Сохранились писовые описания, в которых вот 17 века, где даются даже вот именные списки новокрещенных, то есть вот крещенных татар, где указаны, допустим, имена у них православные, а по отчеству там тюрко-татарские, мусульманские имена. То есть здесь уже вопросов нет. Это, конечно же, ключевую роль сыграли в геннезе татары, но это не исключает, что там и определенную роль сыграли хиноугорские народы. Но здесь ничего такого нет. И у татар-мусульман, если вот мы поедем в Кукмурский район, или Балтасинский район, или поедем в Ватнинский район, там очень это видно. Даже в антропологическом типе, что татары — это сложный этнос. Если его представить в виде дома, то он состоит из кирпичей. То есть в разных этапах на геннезе татары, в формировании татары принимали разные этнические компоненты. Но, конечно, ключевую роль сыграли тюрко-татарки, татары из золото-ордынского периода. — Большое спасибо. Я очень надеюсь, что мы еще с вами встретимся на передаче, посвященной Кряшинам, посвященной Нагайбакам. Это тоже часть нашей общей татарской культуры, это часть нашей общей татарской истории. У нас сегодня в студии был доктор исторических наук, руководитель Центра изучения истории и культуры «Татар Кряшин» Нагайбаков, Академия наук Республики Тарстан, Института истории имени Марджани Радик Равилевич Искаков. До скорых встреч. — Большое спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова